Парад победы Парад победы Парад победы Парад победы Смирно! Для встречи слева! На караул! ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПОЧЕТНОГО КАРАУЛА 78 лет назад, весной 1945 года, под ударами Красной Армии пала столица фашистской Германии, город Берлин. В ходе боев за центр города военнослужащими 150-й Идрецкой стрелковой дивизии Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария на куполе Рейхстага был водружен штурмовой флаг, ставший на все времена знаменем победы над поверженным фашизмом. Сегодня флаг Российской Федерации и знамя победы в руках лучших военнослужащих 154-го отдельного комендантского преображенского полка сержантов Антона Михайлова и Дмитрия Монастырёва возглавляют знамённые группы старшие лейтенанты Геннадий Звонков и Алексей Пасканный. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня на трибунах вместе с ветеранами Великой Отечественной войны, освобождавшими Украину от фашистских захватчиков, находятся их внуки и правнуки, самоотверженно сражающиеся с последователями нацистов и выполняющие задачи специальной военной операции. Это военнослужащие Вооружённых Сил России, бойцы добровольческих соединений, штурмовых отрядов, родители, жёны, дети солдат и офицеров с честью выполняющих свой воинский долг. В этом году исполняется 80 лет битве на Курской дуге, одному из крупнейших сражений Великой Отечественной войны. В ходе ожесточённых боёв Красная Армия уничтожила 30 немецких дивизий и сорвала последнее крупное наступление немецко-фашистских войск на Советско-Германском фронте. Стратегическая инициатива окончательно перешла к советским войскам. Победа на Курской дуге показала всему миру пример стойкости, массового героизма и бесстрашие советских солдат. В 1943 году в знак признания боевых заслуг и огромного вклада в дело победы над фашизмом рядового и сержантского состава Красной Армии был учреждён Орден Славы как символ преемственности традиции русского воинства и бесстрашия его солдат. Орден Славы стал самой почитаемой и уважаемой в армии и народе солдатской наградой. За годы Великой Отечественной войны орденами Славы различных степеней награждено более миллиона человек. Из них 2656 военнослужащих стали его полными кавалерами, в том числе четыре женщины. Вольно! Парад смирно для встречи слева на крабу! От звуки встречного марша министр обороны Российской Федерации, герой России, генерал армии Сергей Шойгу, направляется к центру Красной площади для принятия доклада о готовности войск московского гарнизона к параду. Встречает министра обороны главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Солюков. Товарищ министр обороны Российской Федерации, войска московского гарнизона для парада во знаменовании 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне построены командующий парадом генерал армии Солюков. В соответствии с церемонией проведения торжественного мероприятия министр обороны и главнокомандующий сухопутными войсками начинают объезд парадных расчетов войск московского гарнизона. Сегодня в торжественном мероприятии принимают участие свыше 8 тысяч военнослужащих в составе 30 парадных расчетов, в том числе 530 участников специальной военной операции. Министр обороны Сергей Шойгу и командующий парадом Олег Солюков направляются к парадному строю полка сухопутных войск для приветствия слушателей Военной Академии Сухопутных Войск, курсантов Военного Университета, Военной Академии Материально-технического обеспечения, Михайловской Военной Артиллерийской Академии и Академии Войсковой ПВО. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищи, министр обороны! Поздравляю вас с 78-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Сухопутные войска играют важнейшую роль в обеспечении обороноспособности нашей страны. Во все времена военнослужащие сухопутных войск были верны долгу и присяге. Их беспримерный героизм, самоотверженность и отвага принесли Отечеству множество легендарных побед, навсегда вошедших в ратную летопись страны. Личный состав войск на деле продолжает славные традиции предшественников, успешно решает поставленные задачи в ходе специальной военной операции. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищи, министр обороны! Поздравляю вас с 78-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Ура! Министр обороны постравил парадные расчеты Воздушно-космических сил и военно-морского флота России. Летчики, моряки, военнослужащие космических войск и противовоздушной обороны постоянно находятся на боевом дежурстве, обеспечивая надежную охрану Воздушно-космического пространства и морских границ Российской Федерации. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищи, министр обороны! Поздравляю вас с 78-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Министр обороны приветствовал парадные расчеты железнодорожных войск, военнослужащих военной полиции, войск радиационной, химической и биологической защиты, Росгвардии и МЧС России, кремлевских курсантов. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищи, министр обороны! Поздравляю вас с 78-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Министр обороны поздравил с Днем Победы парадные расчеты ракетных войск стратегического назначения, воздушно-десантных войск и ФСБ России, Всероссийского казачьего общества, военнослужащих женщин и самых юных участников парада, суворовцев, нахимовцев, воспитанников Хронштадтского морского кадетского корпуса. Генерал армии Сергей Шойку завершил объезд войск и направляется к центральной трибуне для доклада президенту Российской Федерации верховному главнокомандующему вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Товарищ верховный главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации, войска московского гарнизона к параду победы готовы. Министр обороны, генерал армии Шойку. Вольно! Уважаемые граждане России, Дорогие, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичмены и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, бойцы и командиры, участники специальной военной операции, поздравляю вас с праздником, с Днём Победы! С праздником в честь наших отцов, дедов и прадедов, которые прославили и обессмертили свои имена, отстояв Отечество, ценой неизмеримого мужества и огромных жертв спасли человечество от нацизма. Сегодня цивилизация вновь находится на решающем переломном рубеже. Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность. Для нас, для России, нет ни дружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке. Как и абсолютное большинство людей на планете, мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным. Считаем, что любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна. Однако западные глобалистские элиты по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей и раскалывают общество, провоцируют кровавые конфликты и перевороты, сеют ненависть, русофобию, агрессивный национализм, уничтожают и семейные, традиционные ценности, которые делают человека человеком. И все для того, чтобы и дальше диктовать, навязывать народам свою волю, свои права, правила, а по сути систему грабежа, насилия и подавления. Похоже, они забыли, к чему привели безумные притязания нацистов на мировое господство. Забыли, кто разгромил это чудовищное, тотальное зло, кто встал стеной за родную землю и не пожалел своих жизней ради освобождения народов Европы. Мы видим, как в ряде стран безжалостно и хладнокровно разрушают мемориалы советским войнам, сносят памятники великим полководцам, создают настоящий культ нацистов и их пособников, а память о подлинных героях пытаются стереть и оболгать. Такое надругательство над подвигом и жертвами победившего поколения – это тоже преступление. Откровенный реваншизм тех, кто цинично и неприкрыто готовил новый поход на Россию, кто собрал для этого неонацистскую нечисть со всего мира. Их цель – и здесь нет ничего нового – добиться распада и уничтожения нашей страны, перечеркнуть итоги Второй мировой войны, окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права, задушить любые суверенные центры развития. Непомерные амбиции, высокомерие и вседозволенность неизбежно оборачиваются трагедиями. Именно в этом причина катастрофы, которую переживает сейчас украинский народ. Он стал заложником государственного переворота и сложившегося на его базе преступного режима его западных хозяев, разменной монетой в реализации их жестоких корыстных планов. Для нас в России память о защитниках Отечества священна. Мы храним ее в наших сердцах. Отдаем должное участникам сопротивления, которые отважно сражались с нацизмом. Бойцам союзнических армий США, Великобритании, других государств. Помним и чтим подвиг воинов Китая в битве с японским милитаризмом. Убежден. Опыт солидарности, партнерства в годы борьбы с общей угрозой – это наше бесценное наследие. Прочная опора именно сейчас, когда набирает силу необратимое движение к более справедливому многополярному миру, основанному на принципах доверия и неделимой безопасности, равных возможностей для самобытного и свободного развития всех стран и народов. Очень важно, что сегодня здесь, в Москве, собрались лидеры стран-содружества независимых государств. Вижу в этом благодарное отношение к подвигу наших предков. Они вместе сражались и вместе победили. Все народы СССР внесли свой вклад в общую победу. Мы всегда будем помнить об этом. Склоняем головы перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла война. Перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей. Объявляется минута молчания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА